В стране продолжается противостояние старой и новой власти. Демократы не хотят мирно уйти в оппозицию. И как это принято в подобных случаях, в стране развернулась битва за международное признание. Особенно ценна позиция ведущих мировых игроков. Не случайно Андриан Канду вылетел в Вашингтон. Вопрос в том, что он там предложит. Это действительно хороший вопрос, особенно если учесть, что решение демократов перенести наше посольство в Иерусалим Израилем не признано, а с Лигой арабских государств поссорило. Словом, ситуация очень непростая и нуждается в толковании. Вы смотрите Полюс, где мы с вами на одной стороне. Здравствуйте! Я представляю гостей, которые добрались сегодня до Полюса. Гаек Вартанян, депутат от партии социалистов Республики Молдова. Добрый вечер! Добрый вечер! Валерий Демидецкий, глава Берутас Молдови. Здравствуйте! Добрый вечер! Владислав Кульминский, исполнительный директор Института стратегических инициатив. Правильно? Абсолютно верно! Здравствуйте! Добрый вечер! Господин Вартанян, к вам будет первый вопрос. Скажите мне, пожалуйста, вы в принципе довольны тем, как международное сообщество реагирует на новую власть? Ну, я думаю, было бы удивительно, если бы я не был бы доволен на данном этапе, учитывая тот факт, какое большое количество стран и международных организаций, в том числе эксперты организаций, положительно относятся к созданному парламентскому большинству и всем тем решениям, в том числе и формирование правительства, которое произошло 8 июня. А также тем, 4 заседания уже прошло, которые проходят сейчас. Доволен, да, но, как мы видим, что все-таки это не особо, пока еще на данном этапе не особо повлияло на поведение правящей, экс-правящей, которая уже уходящей практически, почти-почти уже ушедшей власти, ну и лично господина Плохотнюка и его окружения. Очевидно, что то, что сейчас творится, это попытка хоть каким-то образом уцепиться за непонятно уже что, но, учитывая заявления некоторых стран, которые явно, да, явно, некоторых ключевых стран, которые явно не сказали, что мы поддерживаем правительство, в Майя Санду, не назвали прямо имя правительства, и учитывая также поездки некоторых экс-спикера Канду в Соединенные Штаты, учитывая открытую часть предложений, которые озвучил Филипп, ну, что касается республиканского стадиона, переноса этой, понятно, что это всего лишь открытая часть, то есть есть наверняка еще закрытые предложения, мы понимаем, что они касаются, в первую очередь, президента Дадона и партии социалистов, то есть демократы наверняка будут просить и убеждать Соединенные Штаты, чтобы дали им возможность до конца, в политическом смысле слова, расправиться со социалистами с Дадоном. Ну, я думаю, в сегодняшней ситуации, конечно, ну, я не вижу, каким образом, учитывая консолидированную, практически консолидированную политику, позицию Запада, одна какая-то, одна страна, даже такая мощная, как Соединенные Штаты, может пойти против, как бы, всего мирового сообщества. Вот так вот. Спасибо. Честно говоря, я так не вижу. Вопрос времени. Господин Демдетский, вы разделяете вот такую уверенность, господин Амартанян? Догодно ее не разделять. Мы все читаем заявления, практически все заявления, без исключения, официальное заявление имею в виду, они поддержали парламент и решение принятой парламент. Это означает, что кто-то ясно сказал, что правительство Майя Сканды, кто-то поддержал парламент и его решение, но правительство мы знаем решение. То есть поддержку тому, что говорят демократы, не оказал никто. Можно упомянуть господина Милишкана, который в такой полушадливой беседе сказал, что было бы неплохо сходить на выборы. Но последовал там окрики из Брюсселя, официальная Ленета. У наших украинских друзей тоже можно понять. У них там несколько такая особая позиция, но они тоже не взяли сторону власти и так далее. Украинская позиция уникальна. У них, по их мнению, у нас два премьер-министра. Скажем так, что надо быть очень недалеким человеком, чтобы поверить, что крупнейшие мировые игроки ради демократической партии изменят свое решение. Это было бы глупо. И то, что они приняли такое... Я далек от мысли говорить сегодня, что это был сговор сверхдержав, знаете, что договорились и так далее. Визит к господину Канду в Вашингтон. Да. Давайте пока не в подробностях таких, потому что я хотела бы все эти детали о визите господина Канду в Вашингтон. Хочу поговорить очень подробно, потому что очень интересно, что, например, он там предложит. Господин Клюминский, ну вначале вам слово. Вы разделяете вот этот оптимизм или вы смотрите на ситуацию не так? Ну, чрезмерного оптимизма я бы разделять, конечно же, не стал. Потому что, знаете, посмотрите вообще на историю холодной войны. И тут, я думаю, что фактор конкуренции больших, великих держав, назовем их так, он может сыграть свою роль. Ну, честно говоря, даже далеко ходить не нужно. Возьмите там, я знаю, возьмите Конго, да, где там в начале 60-х годов убили прокоммунистического лидера Патриса Лумомбу. Конго стало Заиром, туда пришел к власти, значит, Мабуту, и он вдруг превратился в демократа, потому что он был антикоммунистом. Возьмите Гаити, например, где в 1956 году произошел другой фактический переворот. Туда пришел к власти Франсуа Дювалье, который танцевал в Уду, который создал, значит, секретную полицию, Тантон Манкутов, который реально резали глотки своим оппонентам, но он был великолепен, потому что он был антикоммунистом. Есть такие же примеры людей, которые были коммунистами и анти. И вот это та история, которую сейчас пытается продать демократическая партия Соединенным Штатам. Но при этом мы знаем, есть мнение посла Соединенных Штатов, который поприветствовал работу нового парламента. Вот это было... Они сейчас пытаются продать историю о том, что если власть мирным путем перейдет к правительству Майсанду, это означает, что Россия получит контроль над Республикой Молдова через заднюю дверь. Скажем так, что она будет на самом деле, что российское правительство будет контролировать Республику Молдова, значит, что Россия победила, значит, что за спиной Украины мы получаем такой пророссийский анклав, значит, что это угроза безопасности, домино, потом упадет Украина, потом там будет угроза Румынии. То есть они продают реально историю о том, что они являются последним редутом или рубежом, если хотите, на пути расширения геополитического влияния. На пути появления русских танков вот здесь у границ ЕС, я так понимаю. Это отчаянная попытка. Я тут согласен абсолютно с коллегами. Это просто, знаете, чтобы продать такую историю в современном мире, это, наверное, для этого нужно будет быть, знаете, демократической партией Республики Молдова. Если это им удастся сделать, попытаться продать такую историю, знаете, то есть сейчас не холодная война, сейчас мир совершенно по-другому выглядит. Сейчас совершенно другие... Информационно открыто, уже не можно скрыть ничего. Сейчас совершенно другие правила игры, понимаете. И, как бы, если вы посмотрите по американских СМИ, сегодня в Вашингтон-Пост появилась одна крайне важная статья. И сегодня, кстати, мы вот в одном из эфиров, мы говорили с господином Уильямом Хиллом, бывшим главой ОБСЕ, понимаете. В этой статье абсолютно четко говорится, друзья, товарищи, люди, которые принимают решения в Соединенных Штатах Америки. Крайне важно, чтобы Ваша политика основывалась не только на интересах или на этом воображаемом геополитическом соперничестве игры с нулевой суммой, кто-то проиграл, кто-то выиграл. Крайне важно, чтобы там присутствовали Ваши ценности. И вот эта статья говорит очень просто. Друзья, товарищи, здесь вообще не идет речь о России и Западе. Вообще не об этом то, что происходит в Республике Молдова. Там совсем про другое. Там просто-напросто происходит выдавленное из власти коррупционного режима, который просто по горло надоел 95% населения вот той вот страны. Вот что происходит. Все, не нужно... Самое личное, не только население. Не только население. Настолько надоел, что политический класс сумел найти в себе... Просто надоел абсолютно всем. Поэтому не пытайтесь читать это как соперничество между Россией и Соединенными Штатами. Это соперничество есть, никто этого не отрицает. Оно обязательно вернется. Оно здесь всегда присутствует. Но сейчас речь идет про то, что просто-напросто пытаются в Молдове дать новое начало. Удалить из власти коррупционный режим. Я слушаю вас, вы говорите, для этого нужно быть демократом. Мы же знаем распрекрасно, что у демократической партии есть... Они специально нанимали лоббистов. И вот сейчас их немало. Вы знаете, это уже речь не идет о старой доброй по детству, да, эта фирма. Там, по-моему, три или четыре на них работают сейчас фирмы. Это баснословные деньги. И вот сейчас они пытаются... Ну, я сейчас не говорю, откуда эти деньги, это понятно. И что делают сейчас эти фирмы? Вот они сейчас как раз пытаются ту самую историю, о которой вы говорите, я так понимаю, завернуть в красивую упаковку и вот продавать ее в Соединенных Штатах. Вот мне это интересно. Как вы думаете, удастся, не удастся? Давайте вам. Ну, давайте так поговорим. Да, действительно, я согласен с господином Кульминским о том, что противостояние было, есть и будет, и оно будет всегда. Я называю это не противостоянием, а конкуренцией. Нормальной конкуренцией. Все страны конкурируют. Противоречия есть не только между Россией и Западом. Есть между Европой и Америкой. Есть между странами, которые внутри Европейского Союза и так далее. Но дело сделано все, вы сказались так. Я понял, куда будет, в какую сторону будет развиваться политический конфликт в Молдове. Я скажу, это для меня было как бы сюрпризом, то, что произошло. Я не ожидал этого, скажу вам честно. Почему? Потому что я понимал, что рано или поздно столкновение будет. Потому что предшественники, все те, кто входил в альянс с демократической партией, кончали у нас плохо. И, естественно, это понимали и социалисты. Что рано или поздно... И 13-й год тем более показал. Все играли в свою игру, закрытую игру. Понимаете, они целовались, но сзади держали, так сказать, ятаган за спиной. И вопрос был, у кого будет удобнее случай этот ятаган вытащить, и кто его первый вытащит. Так случилось, что случилось. Но когда я пришел в парламент и увидел три машины послов, и даже господин Михалко, который обычно не часто вешает влаг, все выставили там свои флаги, я понял, что есть какая-то консолидированная позиция. Теперь у американцев. У американцев же непростая задача. Безусловно, они, демократы, господин Кулиминский абсолютно прав, они продают ту политику, которую они проводили по отношению к России последние здесь годы. Продавали. Да, продавали. Высылка послов, так далее, жесткие заявления, так далее, так далее, так далее. То есть они делали в сторону России такие демарши, которые, в принципе, устраивали американцев. То же самое им нравится на Украине. В Америке есть политический класс, который это покупает. И это нужно. Их поднять можно. А не потому, что они злые или плохие. Они так продвигают свои интересы, так давят на конкурентов, пытаясь у них выторговать что-то, пытаясь какие-то свои интересы решить. Сейчас это газовые интересы в Европе и многие-многие другие интересы. Но сейчас, понимаете, у американцев есть большая проблема. Почему? Если они оставляют все так, как есть, я в это абсолютно не верю. Того, что было у нас, уже не будет. Уже нет. Уже нет и не будет никогда. И об этом надо забыть. Понимаете? Об этом надо забыть по той простой причине, что у американцев сегодня, если они пойдут, так сказать, и сохранят это, это мощнейший удар по их имиджу и потери очень огромный. Я уверен, что они хотят сохранить в каком-то виде демократическую партию. Я знаю о тех переговорах, которые шли между АКУМ и демократами по поводу того, что под эгидой даже американского посольства шли о том, что возможен альянс. И АКУМ, надо сказать, в каких чести, они сказали тем, кто возглавляет демократическую партию, никаких разговоров быть не может. Если он уходит, тогда можно. Вот я думаю, что они над этим вариантом будут думать, чтобы демократы вернулись в парламент и сыграли там свою потом какую-то игру, ихнюю игру. Все нормально думают о своих играх. То есть я думаю, что скорее всего будет идти речь о каком-то переформатировании руководства демократической партии, о каких-то гарантиях людям, которые будут уезжать. Насколько мы знаем, что у многих людей уже семьи там. Я поняла, господин Демдельский, но это планы. Нужно выйти из ситуации сейчас. Я задала вопрос о лоббистах вам двоим. Как вы полагаете, вот сейчас эти люди, наверняка вот они занимаются тем, что они говорят о ситуации, преподносят ее так, как это выгодно демократам. Вот, да, ваш комментарий. Смотрите, вот, во-первых, правительство Майя Санду, оно практически все министры, ее министры, Акума. То есть когда лоббисты будут говорить, что здесь вот Россия получила какое-то супер-мега влияние, ну, окей, практически все правительство, оно полностью проевропейское. Это первое. Второе, я согласен, что действительно, я думаю, одна из задач лоббистов, это задача максимум, попытаться полностью, как бы, законсервировать, вернуть ситуацию назад. Но, задача минимум. Но задача максимум, если не получится это, я не исключаю, что речь идет о персональных гарантиях Плохотнюку и ближайшему его окружению. Абсолютно верно. Абсолютно. Я уверен в этом. Потому что, я знаю, у нас поступают сигналы через знакомых людей, что большое количество людей в демократической партии, среднее звено чиновники, которые, там, пересекнули им на верность против своей воли, либо, там, кто-то попытался, подумал, что с помощью демпартии может пойти по корней на листике. Они начинают уже по-другому смотреть на то, что происходит и очень много недовольства тем, что куда это все идет. И это, если мы еще будем говорить о завтрашнем заседании Национального бюро демпартии, которое анонсировано. Они анонсированы. Я думаю, в том числе, будет противодействие, с одной стороны, люди, может быть, кто-нибудь попробует все-таки поставить под вопрос то, что происходит. С другой стороны, Плахотюк, очевидно, понимая, что его начнут уже естественным образом выдавливать, как слабое звено, и он захочет свои действия дальнейшие, если он будет упираться до конца, возложить ответственность, в том числе, и на республиканский совет, на людей, на чиновников, на большой круг, как можно больше круг. Потому что он наверняка, он наверняка, в том числе, будет продвигать парадигму о том, что, вот смотрите, вот будет воскресенье, например, вот посмотрите, сколько у меня будет на площади людей, и вот сравните с этими людьми. Он будет все равно пытаться Западу, американцам продать, что все нормально, у них есть свое, я свое, но я легитимный. Поэтому тут будет вопрос личных гарантий, и личный, что будет с самой фигурой Плахотнюка, его ближайшего окружения. Потому что мы видим, что уже в СМИ появляется пинг-понг по поводу Филиппа Яралова, их действия в Украине. Сначала появилась информация о уголовном деле. Филипп сегодня, по-моему, или вчера ответил. Потом опять появилась информация, ответка, что как бы не так все просто. Мне кажется, что сейчас с каждым днем все больше и больше будет вот такого рода сливов, которые будут показывать лицо ближайшего окружения Плахотняка. То есть он становится для них постепенно, для демократов, абузой. В то время, как сама конструкция демократической партии, как они говорят, проевропейской, про западной партии, очевидно, что для американцев как актив, который в будущем может добавить аккуму недостающих голосов до 51 голоса, очевидно, что с политтехнологической точки зрения и со стратегической точки зрения я думаю, американцы сделают все возможное, чтобы сохранить, чтобы не убивать демпартию как силу. Я поняла. Господин Кульминский, согласны? Нет. Но тут, что касается лоббистов, то действительно, не секрет, что обстановка геополитическая в регионе не просто взрывоопасная, а война. Просто-напросто банально, чтобы это поместить в небольшой контекст, после развала Советского Союза никаких правил игры просто выработано не было. То есть сейчас нет каких-то, знаете, как раньше в Холодную войну была теория взаимно гарантированного уничтожения. Если ты ударишь меня, я гарантированно уничтожу тебя, и ты гарантированно... Была стратегическая, была подсдамская ялтинская система, где были четко раздерены сферы влияния. Вот это наше, вот это ваше. Все. Сейчас этого ничего нет. Хотя походи предпринимались. Чтобы понимать, что происходит сегодня, это просто-напросто ничего такого, никаких правил игры не существует. Понимаете? То есть начнется война в Молдове, ну началась. Ну что делать? Ну такие обстоятельства, такие условия. Так вот, это, конечно же, вся эта ситуация в Молдове, она ложится на ситуацию, когда Запад и Россия вошли просто в глубочайший клинч противостояния, когда они друг на друга смотрят уже реально сквозь прицел. И эта ситуация крайне опасная. И, конечно же, лоббисты продают там историю, что, ребята, вы под этим соусом потеряете одну из ключевых стран в регионе, которая станет плацдармом или оплотом для российской экспансии дальше. В какой мере правительство США и Конгресс в основном, потому что это очень важный элемент всего этого уровня, и в какой мере они в это поверят, мне тоже очень сложно поверить в то, что эту историю еще можно продать, потому что, ну очевидно, совершенно для всех, и правильно сказал Стэнли, что правительство это полностью проевропейское. То есть там, ну нет, там никого, никого там нет, кто мог бы провести эту политику. Конечно же, есть подозрение другого рода. Есть подозрение того, что демократическая партия, если убрать ее верхушку и ее руководство, они тут же скооперируются с социалистами, и тогда они получат 65 мандатов в парламенте, и тогда получится, что им тогда вообще Акум не нужен для того, чтобы править. Вот это, наверное, как в Вашингтону не нужно. Подозрение, так правильно, им это не нужно, но они этого боятся, они подозревают, что это может произойти. То есть они считают, что как бы может произойти и вот такая трансформация, и тогда, имея 65 голосов в парламенте, зачем тогда спрашиваются, им нужны эти 26 мандатов, которые там есть. То есть понятно, что везде эти штуки взаимного недоверия, но еще раз очень важно, и я думаю, что и СМИ, с которыми работают, и международные СМИ, и местные СМИ, они должны объяснять всем, с кем они встречаются, с кем они работают, что в данном конкретном случае абсолютно о другом идет речь, просто о другом. Молдове нужна возможность дышать, Молдове нужна возможность получить глоток свежего воздуха, глоток кислорода, освободиться от всего этого. Мне нравится, что у людей постепенно улетучивается страх. Мне это нравится. То есть люди постепенно, с которыми ты говоришь, они освобождаются от этого. То есть раньше люди реально не боялись сказать, в такси, а что вы думаете, допустим, по поводу господина Плохотнюка? Бах, молчание. Просто человек не разговаривает с тобой. Зачем господин Канду полетел в Соединенные Штаты Америки? Вот как вы думаете, с кем он там намерен встречаться, и какие вопросы ставить? И потом я задам вам вопрос, потому что не очень согласна, что все это достаточно безобидно. Если можно, маленькую ремарку добавлю. В принципе, я не очень согласен по поводу того, что кто-то может с кем-то скооперироваться в ближайшее время по двум причинам. Но с той же долей вероятности, в принципе, учитывая, что моя Санда неоднократно говорила, что без Плохотнюка, теоретически можно говорить с демократами. То есть есть риски с другой стороны, что без Плохотнюка и АКУ может переформатироваться с большинства. Это первое. Теория взаимного сдерживания. И второе, мне кажется, самое главное, почему сейчас это не может произойти, потому что действительно настолько наэлектризованная ситуация и настолько уже достала эта система. И люди знали и видели, что вот эти все переформатирования к чему эти приводят, что я думаю, у нас хорошая прививка как минимум на три месяца, на полгода, пока мы полностью не разберемся, не пойдем до срочной выборы. Никто из политических сил не посмеет в парламенте начинать двигаться. Мне так кажется. Я вижу это по настрою внутри фракции, я скажу честно. Я вижу, что АКУМ тоже, особенно учитывая, например, кто же, вчерашний день в парламенте, вы, наверное, видели, когда Анцику говорил про депортации, когда Зина Петровна Гречанная, несмотря на ту реакцию, которую многие из АКУМ ожидали, будет такая холодная, она наоборот поддержала минута молчания и вот после этого ко мне... А я не понимаю, Стэнли, почему кто-то в этой стране может не встать, не помянуть депортировать. И вот я скажу честно, ко мне подходили несколько ребят из фракции АКУМ. А я вообще своим глазам не верил. Да, да. Я просто не верил, потому что я слышу и потому что я вижу. Зина Петровна Гречана очень блестяще тогда разрулил этот вопрос. Почему? Потому что, знаете, если его, допустим, учитывать, что три грузина делали здесь депортацию, Гаглидзе, который руководил Берия и его начальник, то мы должны ловить Саакашвили вешать, да? По идее. А русских-то везло. Речь идет о системе. Я переживала, что еще соцсистема. Воксах не в Грузии. Я национальность тогда. Я маленькую ремарочку хочу тоже добавить. Да, очень маленькую, потому что вопрос был Аканду. Когда я говорил, а вот я продолжу Аканду, когда я говорил о том, что три посла приехали, я почему понял, потому что послы, они не самостоятельные фигуры, они выполняют, как сказать, задачи своих канцелярий. Часто не соглашаясь с этими задачами. Иногда. Часто даже не соглашаясь с этими задачами, но он обязан выполнить свои данные. Если они туда приехали, значит, было указание канцелярии. Но вот сейчас, я думаю, что господин Хоган в результате он прилетел два дня, он разговаривал со всеми, насколько я знаю, встречался со всеми. И он, мне почему-то кажется, он один из тех американцев, которые лучше всего знают ситуацию на сегодня здесь. Абсолютно. Он ее изучил и дал. А вот здесь очень важно будет, кому эта информация попадет в Вашингтоне в руки, и кто будет делать из нее выводы, кто будет докладывать наверх, и кто будет принимать решения. Вот это очень главное. Я, господин Хоган наверняка надеется, что попадет в нормальные, трезвые, здравые руки. Не случится то, что господин Кульминский, чего опасается, я тоже опасаюсь этого, господин Кульминский, что там возобладает это мнение. А давай еще раз насолим русским по дверью. А русские нам насолят. И попадет дальше вот эта вот чеханда. Речь шла о Канду все-таки, господин Демидетский. Что там ищет экс-вице-председатель Канады? Что он хочет им предложить? Я хочу думать, что это последняя отчаянная попытка спастись и продать там сохранение господина Плохотнюка и его окружения во власти в том или ином виде. Если это так, я думаю, что эта попытка не удастся. Потому что, если мы посмотрим на всю ситуацию в целом, не осталось больше никакой возможности сохраниться у власти господину Плохотнюку и его окружению, при этом сохранив чистые руки, скажем так. То есть, единственное, как они могут удержаться у власти, это просто путем массивного использования репрессивного аппарата и господю упасти кровопролития. Я считаю, что проблема сегодня на самом деле совсем другая. Просто господин Плохотнюк, он загнан в угол, ему просто-напросто некуда уйти. Может быть, все-таки стоило бы эту возможность для него открыть. Пусть договорится кто угодно, с кем угодно. Но зачем делать всю страну заложникам амбиции человека? Здесь вот были тоже гости у меня, другой был состав, они говорили, что он все равно не успокоится, если дать возможность ему, как говорят, уйти. Но я возвращаю вас к этому визиту и к этой поездке господина Канду. Вот почему еще раз. Ведь смотрите, все это не так безобидно, вот эти уступки, которые демократы решили сделать в последние дни Соединенным Штатам Америки. Ведь смотрите, уже отреагировала Лига Арабских Государств. Они не разделяли там власть. Ну уже и сам Израиль отреагировал. Израиль сказал не надо, от вас вам этого не надо. Это все не прецедентно. Мы не уверены, что это вообще... Израиль замечательный. Поверьте мне, что Израиль это точно скоординировал США. Телезрители ничего не слышат. Они говорят, от кого? От Филиппа? Спасибо. Мы не уверены, что это вообще на работу подойдет. но на самом деле переживают-то некоторые наши, говорят, ну что он там предложит? Ну скажут, вы понимаете, я что боюсь-то? Еще предложат помощь в сирийском урегулировании каком-нибудь. Мы же предлагали помощь англичанам, да? Когда у них было дело в Солсбери. До сего дойдет. Хуэвей запретит. Да нет, зачем? Понимаете? Хуэвей нет. Вот масса чего-нибудь может прийти в больные головы. Конституционный суд отменит нейтралитет в Молдовии и пригласят на американскую базу. Скажут, давайте поставим здесь американскую базу на зло-русский. И вот это будет красота. Нас стоит этого, господин Вартанян, опасаться, что будут сделаны некие такие фантастические предложения, но только на первый взгляд. Я не думаю, что какие-либо фантастические предложения помогут каким-то образом увеличить количество, особенно качество и тяжесть, тяжеловесственность тех людей, до которых он, господин Канду, может достучаться с помощью тех или иных лоббистских групп. Я слышал, что это будут люди не топ-уровня. Я слышал, что это будут люди не топ-уровня. Я тоже слышал, вот со времен подесты, в принципе, они, все их лоббистские группы выходят на уровни фингтэнгов. Они заработали себе дурную репутацию там, теми очень активными усилиями по лоббированию, потому что там тоже есть предел всему. Это же, как и в любой другой стране, есть предел. Есть свои красные черты. Токсичность демократической партии, в принципе, дошла уже до политического эстеблишмента в Америке. И никакие деньги не позволят конгрессменам, которые имеют хорошую репутацию, не хотят ее испортить, наверное, встречаться открытым. В Европе, я вот, слышу, они говорят, господи, опять эти лоббисты приходят, пишут письма, втапливают за демократическую партию и за господина Плохотнюка. Мы уже терпеть этого не можем. И это знаменитая нота, наверное, многие из вас и слышали, и видели, что там распространяет наш посол, экс-посол, который уже отозвали, кстати. Но я хочу вернуться к важному вопросу. Что бы и с кем-то Канду там не говорил, мы не должны надеяться на тех людей, на внешних партнеров, в том плане, что договорится он, не договорится, я думаю, понемножку приходит время, чтобы мы немножко переключались уже на внутренние ресурсы. И вот в том числе в воскресенье наш мирный марш в поддержку новой власти. Мы начинаем понемножку показывать, что все-таки эту власть поддержит не только внешний мир, но в первую очередь поддержит внутренняя поддержка. Потому что действительно последние 4-5-6 дней, начиная с субботы, у меня телефон, люди появляются, у которых 7-8-10 человек, о которых я не разговаривал по 3-4 года. И первое, что они говорят, что мы делаем, почему мы еще не выходим на площадь поддержать власть. Есть и более радикальные просьбы, говорят, давайте, но мы говорим нет, мы хотим сначала показать, мы хотим дать ему как можно больше шансов, и президент об этом говорит, как можно больше шансов мирно передать власть. И поэтому, вот из наших телезрителей, которые смотрят, я все-таки очень надеюсь, что мы все и наши телезрители понимают, что самое главное, никто за нас не решит нашу судьбу. Если мы думаем, что какой-то американский или европейский посол, или даже российский президент, который поддержал официально, за нас, за нас, за нас, до Плохотнюка или его личное окружение взять и мирно уйти, я боюсь, что вот просто так, сидя дома, он не уйдет, потому что он делает видимость, что за него выходит 3-4-5 тысяч. Он делает видимость, что полиция ему подчиняется, госструктуру подчиняется. Поэтому в любом случае наши телезрители должны понимать, что как минимум в воскресенье все должны выйти и показать свое отношение. Это очень важно, это мега важно. Митинг будет мирный, никто не должен поддаваться никаким угрозам, наверняка будут в ближайшие дни угрозы со стороны власти, что он будет нагнетать, но все будет нормально. Я думаю, что внутренние ресурсы это тот фактор, который, возможно, американцы ждут и хотят посмотреть, насколько большая. Хотят посмотреть об этой поддержке. Мы покажем эту картинку. Да, ведь на самом деле они не только будут этим заниматься, что просто запрещать, они будут пытаться воздействовать на умы людей. Что они будут говорить? Митинг за Путина, митинг за федерализацию. Митинг зеленых человечков. Абсолютно точно. Почему-то вот этот вот термин... Обычно сейчас шутят, что их вытащили из нафталина. Уже столько говорят на телевидении, что уже придумали даже люди анекдот, что когда сантехнику Василий приходит за зеленые человечки, он обычно начинает похмеляться. То есть вот эти слова будут говориться, и к этому необходимо быть готовым, чтобы людям объяснить. А с другой стороны, это не митинг за евроинтеграцию, да, сторонникам. Например, партии социалисты А не будет никаких флагов гипросоюза, никаких флагов румынских, российских, тот же молдавский флаг. Каких-то лозунгов, это будет строго против коррупции, против беззакония, ну и весь тот знаменитый перечень. Господин Демидетский, по поводу лоббистов США и вот всего этого международного фактора, вот вы тогда не отвечали, я вам предоставляю такую возможность. Ну, удавалось, видите, вот до сих пор как-то удавалось продавать это. Вы помните, даже в Соединенных Штатах Америки прежний посол, правда, похвалил демократов, когда трех сразу дипломатов выслали, что-то было шоком для других дипломатов. Обычно, знаете, у дипломатов есть такое понятие, как солидарность, знаете, все дипломаты знают, что вот их руководители зачастую ссорятся, и так далее, им всегда надо держать, как бы, знаете, близкий контакт, потому что родители потом мирятся, и им надо расшагить, какие-то разрулить вопросы. Но когда уже откровенно одно посольство радуется, что у другого там больше там кому-то коровы... Вот вы сказали замечательную фразу, вы сказали, что для Соединенных Штатов важен еще имидж, который... Нет, имидж безусловно, понимаете... Позвольте, я вопрос закончу, да? Соединенные Штаты Америки... Я сейчас задам вопрос, связанный с имиджем, можно? Давайте. Вот смотрите, на самом деле, вот эти предложения, которые были со стороны демократов, выглядят просто-напросто как взятка. Все понимают, что они их предложили американцам с посольством и со всем. То есть, да, понятно, что не могут же американцы всемирно признаться, что вот нас так дешево купили. А с другой стороны, господин Демидетский, вы же помните, когда все ожидали реакции американцев, и последовала реакция госпожи Нуланд? Было такое? Было. Вот ваш комментарий. Время другие немножко были. Было, 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 было. Вы знаете, сейчас несколько другая ситуация. Тогда там началась только борьба между... вот за первенство в Молдавии, да, еще тогда не было сделано того, что сделано за эти 2-3 года. Сейчас, вы поймите, американцев тоже, у них тоже очень непростая задача. Они воспитали целое поколение молодых людей очень успешно через неправедительственные организации о том, что они несут свет, демократию, закон, принчи Пиши, Валори, знаменитые и так далее. И, кстати, после этого, знаете, вот когда ты говоришь одно, а под столом делаешь другое и поддерживаешь совсем другое, это огромнейший удар по имиджу. И вот если я бы на их месте... Я один из них, прямо. положив на весы вот эти вот вещи, будущее. То есть это сегодня удар на близкую перспективу, но на дальнюю перспективу они проигрывают. И здесь, между прочим, мне многие люди утром, когда вот это все случилось, мне звонили и говорили, слушай, мы удивлены России, посмотри, как себя повела Россия. Мы уважаем их, понимаешь, потому что вот смотрите, что они сказали, они рязные, четко сказали и все такое прочее. Все, что думали, что будут поддерживать того или другого, или третьего. Но обычно так бывает, да? Но хотя здесь есть еще один момент, Люда, но я думаю, что мы, может быть, даже позже немножко поговорим. Вот есть вот какая проблема, понимаете? Вот мы, допустим, давайте заглянем дальше немножко. Вот демократы уходят, допустим, да? Я задаю вопрос, а куда уходят вот эти все чиновники, судьи и весь этот класс, который так легко, ведь, понимаете, ведь не Плохотнюк их сделал, они сами сделали себя перед Плохотнюком, понимаете? Он просто воспользовался, знаете, он как этот Астап Бендер, который пел, да? Я, мне уступает и не в силах отказаться. Он их покупал. Он зеркало нашего общества. Да, он зеркало нашего общества. И понимаете? И мы завтра, мы завтра столкнемся опять же с этим. Наши слабости, слабости. Да, и я вот много раз на передаче говорил, что, понимаете, в чем проблема-то? Нельзя собрать даже, не родиться ребенок, если собрать даже девять беременных женщин сразу, да? Вот проблема в том, что, понимаете, если вот какое-то оздоровление опять у нас на то, чтобы вырастить нового плохотнюка, и не факт, что он будет лучше. Не уйдет. Людмила, можно я с одной стороны? Дай бог, я вот в тот случай, когда я... Это момент о прививке. Я бы хотел, чтобы вы были, оказались привитыми, да? Вот после этого... Да, пожалуйста. Ну, смотрите, то, про что говорил Валерий, то есть, ну, мне, например, именно посольство Соединенных Штатов в Республике Молдова, оно дало мне образование, которое я бы себе позволить никогда бы не смог. То есть, это реально топ-университет в Соединенных Штатах Америки. Я реально верю в то, что власть должна сменяться по итогам выборов. Я очень уважаю господина Лучинского, который проиграв и ушел. Я очень уважаю господина Воронина, который проиграв выборы ушел. Хотя он мог оставаться под намного более весомыми предлогами у власти. Он ушел. но они не заканчиваются в штатах. Я уважаю господина Тимофе. Они были коммунистические лидеры и диктаторы. Это не важно. Это абсолютно не важно. Есть пара. Но есть просто определенные, определенные принципы стабильности. Если ты заходишь за эти красные черты, то дальше твое общество начинает скатываться в пропасть. Ну хорошо. И эти принципы сейчас господин Плохотнюк и демократическая партия нарушают. Если вы проиграли, вы уходите. Все очень просто. Дайте возможность. Я означаю, что люди не хотят, чтобы вы дальше ими правили. Они хотят другого. Они хотят совершенно новых начинок. Я хочу вам сказать, что я лично не сомневаюсь, что и Соединенные Штаты Америки в этом случае примут правильное решение. Единственное правильное решение это договориться о том, когда он уйдет. Как он уйдет. Вот это единственное. Никаких переговоров о новых выборах. А давайте вернемся. Нет возврата уже к тому, что здесь было. Знаете, в чем проблема? Вот то, что я заметил. Я наблюдаю политическую ситуацию как бы в придворной журналистике уже лет 40 в Республике Молдово. Страшно подумать, да? Да ужас. В студенческой камне. Вот пришел на работу и сразу попал возле Совмин на правительство. Понимаете? Я видел тех людей из старой школы, про которые говорили, которые уходили, лучше сказали. У них были правила. А сейчас к нам пришло поколение 90-х годов, воспитано именно вот в этих вот, о чем говорил Стас. Все можно. Все можно. Ничто не запрещено, разрешено. И они делали. Но они и привыкли государству. Они и государству привыкли пользоваться как автоматом Калашникова. Если он есть, давай мы всех расстреляем и сами будем тут принеслить. Или РПГ, да? Ну, Влад, ты сам приводил примеры от того, что как бы приветствовалось это, понимаешь? Приветствовалось и Самоса, и все остальные. Я думаю, что здесь еще можно добавить еще одну маленькую деталь, которую мы не говорили все-таки. Мне кажется, сейчас американской внешней политики немножко вздохнуло с точки зрения вообще вот всегда того, что они могут подвигать, что они могут делать, с той точки зрения, что сам Трамп немножко перешел в большой этап его политической карьере президентской после публикации отчета Мюллера. И мы видели, что там какие-то вообще какие-то интересные вещи стали происходить, То есть произошла встреча Путина с Помпео и так далее. На мой взгляд, на мой взгляд, страшилка про русские танки почти не должна уже быть на повестке дня в той мере, в которой она была несколько лет назад. Возвращаясь к тому, что было там. Но есть политики, есть условные Джоны Маккейны, Терзь ему небесную, но его как бы он ушел, но его делали как символ антироссийского. Стас, есть одна маленькая такая вещь. Я приведу ее пример. Владимир Николаевич Воронин, когда в свое время случилась история с Козаком, когда пригласил сюда Козака, был создан меморандум Воронин, Смирно, Маткачук, Лицка и так далее, а потом пригласил сюда Путина, а потом под Наджимом. Вы знаешь, из-за чего. Ну, все мы знаем. Запад нажал, и он отказался. Без, как говорилось. Через три года, когда, извини меня, Россия применила то же самое, что американцы применяют. Ребята, вы будете проводить мою внешнюю политику, но торговать будете с русскими. Когда его прижали в 2007 году, он сказал золотые слова на встрече с послами. Он сказал, я не хочу играть роль цепной дворняги, который будет лаять на русских и требовать вывода русских войск. Что случилось через год, мы знаем. То же самое господин Венту из Румынии, который рассказывает. Большие игроки очень любят использовать вроде вот таких вот пешек, понимаешь, вот такие страны, как мы, и горе тем странам, политики которых не имеют мозгов, в это не ввязаться. Понимаете? Я никогда не думал, что это случится с Украиной. Поверьте мне, это огромная страна, у которой есть верфи, космическая техника, но случилось. Мы, слава Богу, в 1992 году вылезли из этого за неделю-две, когда был президентский конфликт. И я очень верю, что сейчас хватит мудрости, но вот меня немножко вот это подводит, что пришло поколение беспринципных людей, которые, знаешь, вот с негров, при том, при всем, что был при нем президентский конфликт, я его уважаю за то, что он имел мужество переступить, сломать свою карьеру, пойти и подписать это соглашение, и кровь больше не улилась. Поэтому я говорю, что вот меня это волнует, что вот я здесь разделяю опасения Стаса, что когда политики деньги свои ценят больше, чем человеческие души, они могут это сделать. И это будет страшно. И самое интересное, что найдутся люди, как мы сейчас видим, да, которые выходят и готовы это делать за 600 лет, за 500 лет и так далее. Понимаешь? Да, есть такое. Вот появилась статья в «Экономисте», это, знаете, наиболее такой уважаемый журнал. Да, «Экономист»? Название такое. Мы слышали это уже. Название такое. Россия и Америка оба хотят, чтобы правящий в Молдове олигарх ушел. У Плохотнюка осталось очень мало защитников. Это тоже показательно на самом деле, потому что просто так... Вот у меня два момента. Первое, чтобы по поводу Соединенных Штатов не могу не добавить, чтобы мы не забывали все о том, что у них уже не фактически, но в принципе чувствуется дыхание выборов. И это всегда откладывает свой отпечаток. В положительную или в отрицательную сторону? А по-разному. Вы знаете, зависит от ситуации. То есть нам не нужно об этом забывать, так вот как бы смотреть. И потом, мне кажется, возможно, вы со мной поспорите, но то, что произошло на Украине, вот из этого все-таки международные эти игроки, они все-таки сделали свои выводы. Несмотря на то, что каждый все равно сейчас до сих пор будет говорить, что на Украине мы поступали правильно, а русские поступали неправильно. Как и есть. Вот поясните, почему? Да, вот почему? Нет, ну ситуации кардинально разные, мешать их абсолютно не стоит. Это первое. А второе, я думаю, что люди до сих пор больше всего этого боятся. Я честно вам скажу, то есть я на самом деле... Вот так и говорят. Но мы в одном мунице. Я кардинально не согласен с тем, что говорил Валерий и что говорил Стэнли по многим вопросам. Но одна вещь, абсолютно очевидна, что Молдова просто не может дальше развиваться и дышать, если у власти продолжат находиться. Это правящая клика во главе с господином Плохотнюком. Я вообще не знаю, чем они там себе думают и как они собираются власть удерживать, но для республики Молдова поговорить по поводу векторов развития можно после. Это на самом деле далеко не столь принципиальный вопрос для республики Молдова. Для страны, где система государственного администрирования просто рухнула на пол, ее нет, где коррупция просветает, цветет махровым цветом, где люди уезжают, покоя чемоданно постоянно. Тогда можно один острый вопрос? Вот что самое важное. Вот господин Кульминский, когда сейчас, вот я смотрю, как многие люди занимают ту или иную позицию, сразу скажу, сейчас вот позиция, я такой мирный, я за мир во всем мире, это не позиция, да? Потому что никто не скажет из противоборствующих сторон, что они за войну. Секундочку. Но когда вот эти люди сейчас говорят, вот вы знаете, сейчас русские, смотрите, они хотят полностью Молдову подчинить себе. Это вот многие, они по незнанию это делают, либо это не делают сейчас специально, либо они куплены, отрабатывают то, что, извините, те суммы, которые им были даны. Почему это происходит? Людмила, есть сейчас в Молдове простое уравнение. Есть господин Плохотнюк и силовой аппарат, который пока стоит за ним. И есть вся остальная республика Молдовы, это где-то 99%, которые хотят нового начала. Вот вся история. Это все на самом деле с моей точки зрения предельно просто. Но господин Плохотнюк и демократическая партия, они умудрились делать невозможное. Они умудрились в условиях противостояния России и Запада, страшного противостояния, то есть просто на ножах. Они умудрились настроить против себя и одних, и вторых. И это надо делать. Это надо суметь. И объединить, и объединить людей, которые вчера еще просто плевались друг друга ядом. Это действительно надо суметь. Построить геополитический мир в отдельном взятии. Вынудить просто-напросто людей начать разговаривать. Хотя никакого геополитического мира в нашем государстве не существует. Он придумал только политика. И никто не занимается страной, ее интересны. Никто не занимается страной, и ее интересны. Валерий, мне пришла в голову идея, что они на самом деле заставили социалистов с одной стороны, которые с пеной у рта доказывают, что нам нужно с Россией, и блока Кум, который с пеной у рта заказывает, что нам нужно быть западным, и заставили просто их объединиться и подумать, подождите, стоп, а давайте мы посмотрим, что у нас тут внутри происходит. То есть, может быть, на самом деле, мы вообще не о том разговариваем, и мы на самом деле увидели, что елки-палки, так Молдова же просто находится на последнем издыхании, как страна. Какая Россия? Какой Запад? Люди бегут, люди убегают, страна просто умирает. Вот чем нам нужно заниматься. Пока человека одного не коснется, что он столкнется с правосудием, кто-то не погибнет, что-то не случится, все говорят, что у нас, конечно, правосудие, и нам предлагают, давайте сходим еще раз на выборы, вот с этим конституционным судом, с таким ЦИК, вот с этим всем еще раз сходим. Это же справедливо, пойти и спроиздить народ. Нет, это очень важно, что те люди, которые сегодня предлагают людям идти на выборы, эти люди, они и станут демократической партией. Потому что это нужно понимать всем, потому что некоторые хотят выглядеть такими миротворцами. Вот раз спорят, давайте пусть нас разпорят. Я считаю, что без переинформатирования политической системы на выборы идти нельзя. Абсолютно. И никто этого не будет делать. И не будет никуда. У нас очень мало времени, мне показывают, но тем не менее, смотрите, вот будет марш 16-го. Кроме того, что да, мы хотим, чтобы весь мир увидел, что у нас есть люди и этих людей очень много, которые не согласны с тем, что происходит. Хорошо, но ведь к этой ситуации будет готовиться и демократическая партия во главе с Плохотнюком. Я знаю, что в эти минуты, что они делают? Они отправили своих людей в районы, и эти люди работают с нашими гражданами, чтобы они не выходили. Но это ведь мелочь, это одна из... Чего нужно опасаться? Господин Вартаян. Ну, я думаю, в первую очередь нужно опасаться провокаторов и провокаций. Мы знаем, что у господина Плохотнюка есть небольшая, небольшая армия спортсменов, разные спортивные клубы. Но, собственно говоря, я уверен, я на 100% могу сказать, что как минимум в воскресенье, если до этого времени не совсем не снесет крышу руководства демократической партии, никаких больших столкновений не должно быть. Я подозреваю, что сценарий будет примерно таковым, что завтра или послезавтра, когда соберется Республиканский совет или как он называется, Национальный совет демократической партии, господин Плохотнюк захочет все-таки продать эту идею, ту, которую он продает американцам и своему активу. С одной стороны. С другой стороны, каким-то образом все-таки смотивирует большое количество бюджетников, организаций, работников бюджетной сферы выйти в воскресенье. Я так подозреваю, что все-таки он на площади выведет людей, постарается. Но на столкновение прямое я уверен, что он не пойдет. Он, наоборот, будет желать, чтобы наш митинг как-то вышел из-под контроля. Потому что тем самым он покажет, что вот эти ребята хотят какие-то там государственные. То есть он из олигарха, нелюбимого народом, превратится в кровавого диктатора в этом случае. Я не могу стоять верить. А может быть это цена вопроса для его собственной вот истаз прав, для его собственной безопасности. Он захочет говорить, он скажет, что вот это план, это план русских, человечков. Я бы не устал очень сильно на это полагаться. Я отчет, у меня такие сомнения, что он идет по доброй воле. Я думаю, что здесь нужна умная, скоординированная политика давления изнутри и снаружи. Как можно больше поздравлений публикации в иностранной прессе о том, что сопротивление бесполезно, что нужно только договариваться об условиях капитуляции. И внутри умное точечное давление. Да, вы знаете, больше всего, вот вы спросили, хороший вопрос, больше чего вы боитесь. Я больше всего боюсь равнодушия людей и их страха. Да, да. Понимаете? Я наблюдаю вот две бабушек, которые там лежат за 500 лей. Я их понимаю. Сельский труд очень тяжел. Знаете, если муж отпустил жену как бы в Кишинев, да, там куча работы возле дома, дети, внуки и так далее, и так далее, но за 500 лей в день, конечно. Она ему говорит, ну где мы еще заработаем 500 лей? Это недельная почти зарплата для бабушки. Есть такой момент. есть такой момент. Вот понимаете, вот если мы опять, как бы, знаете, вот это все разменяем, но вот это, да, и страх. Вот этот страх, да, понимаете, вот поймите неправильно и чиновников. Чисто человеческие создана система, где вот действительно одна партия, как в советские времена, все пронизала, везде поставила своих людей и так далее. И эти люди сейчас оказались в дикой ситуации. Я наблюдал это в 2019 году, когда перед многими стоял вопрос, остаться коммунистом или приковаться фронтистой. И один, я вот написал в фейсбуке, один заболел, один моих коллег заболел по парламентарии, я его пришел проведать, а он мне налил 100 грамм коньяка, поймите неправильно. У нас система, когда после каждых выборов перед человеком стоит вопрос, доставать Кушму или Буденовку. Понимаете? И вот это вот изводит многих людей, многих хороших специалистов. Мы должны какую-то систему выстроить, когда люди будут знать. Вот политики договорились из политического руководства, а вот эти люди, которые делают дело, они вне политики, они остаются, они работают, там куча хороших администраторов, но их заставляет, понимаете, их заставляет. Ты с кем, да? Вот, давай значок, давай это, давай. И он, а у него семья, у него будущее, у него карьера. И вот многие из них сегодня хотели бы или в омут, или куда-нибудь в отпуске. Не случайно, сейчас, когда карбинет обзванивает, да, районы начинают спрашивать, а что у вас происходит? Все люди говорят, мы в отпуске, мы на больничном, мы там, понимаете? И вот это, соглашусь, это не есть хорошо. Мне кажется, что самое главное донести сейчас до людей, что этот митинг не за европейцев, не за сторонников возближения с Россией, что это митинг против разрушения системы, против этой системы, да? За разрушение этой. Это митинг за мудричное. И мне кажется, что люди... За свой голос. Конечно. Каждый из тех, кто проголосовал социалистов и за блок ОКОМ, сегодня их голос поставлен под сомнение. То есть мы уже сделали все, что можем и продолжаем делать, но в любом случае нам нужна поддержка. Нам нужна поддержка, и я уверен, что как можно больше людей окажут эту поддержку. Я благодарю вас за то, что вы пришли, за то, что мы сегодня с вами возможно чуть более эмоциональны, чем обычно, но тем не менее, мне кажется, что мы осветили эту тему. Это немаловажно было, да? Роль международного. Да и момент решающий. Конечно. И хочу сказать нашим телезрителям, что наш телеканал эти дни, как, собственно говоря, и ранее, будет работать в режиме практически нон-стоп. Мы будем освещать все события, которые происходят. И я думаю, мы не раз еще обратимся к вам, потому что сейчас нельзя быть равнодушными. Поверьте. Спасибо вам большое. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова